Михаил Зощенко. Через 30 лет. Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький, и они дарили мне много подарков. Но когда я чем-нибудь заболевал, родители буквально тогда засыпали меня подарками. А я почему-то очень часто хворал, главным образом свинкой или ангиной. А моя сестрёнка Лёля почти никогда не хворала, и она завидовала, что я так часто болею. Она говорила, вот погоди, Минька, я тоже когда-нибудь захвораю. Так наши родители тоже, небось, начнут мне накупать всего. Но, как назло, Лёля не хворала. И только раз, поставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала, но вместо ожидаемых подарков она от нашей мамы получила несколько шлепков, потому что она подставила стул к камину и хотела достать мамины часики, а это было запрещено. И вот однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лёлей остались в комнате. И мы с ней стали играть на маленьком настольном бильярде. И во время игры Лёля, охнув, сказала, «Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, и он у меня через горло провалился вовнутрь. А у нас для бильярда были хотя и маленькие, но удивительно тяжелые металлические шарики. И я испугался, что Лёля проглотила такой тяжелый шарик. И заплакал, потому что подумал, что у неё в животе будет взрыв. Но Лёля сказала, «От этого взрыва не бывает, но болезнь может продолжаться целую вечность. Это не то, что твои свенка и ангена, которые проходят в три дня». Лёля легла на диван и стала охать. «Вскоре пришли наши родители, и я им рассказал, что случилось. И мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька, и стали её целовать и плакать. И сквозь слёзы мама спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала, «Я чувствую, что шарик катается там у меня внутри, и мне от этого щекотные хочется какао и апельсинов». Папа надел пальто и сказал, «Со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите её в постель, а я тем временем сбегаю за врачом». Мама стала раздевать Лёлю, но когда она сняла платье и передник, из кармана передника вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который ещё не ушёл, чрезвычайно нахмурился. Он подошёл к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. И их оказалось пятнадцать. А шестнадцатый шарик лежал под кроватью. Папа сказал, «Лёля нас обманула. В её животе нет ни одного шарика. Они все здесь». Мама сказала, «Это ненормальная и даже сумасшедшая девочка. Иначе я не могу ничем объяснить её поступок». Папа никогда нас не бил, но тут он дёрнул Лёлю за косичку и сказал, «Объясни, что это значит». Лёля захныкала и не нашлась, что ответить. Папа сказал, «Она хотела над нами пошутить, но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит. И целый год она будет ходить в старых башмаках и в старом синеньком платье, которое она так и не любит». И наши родители, хлопнув дверью, ушли из комнаты. И я, глядя на Лёлю, не мог удержаться от смеха. Я ей сказал, «Лёля, лучше бы ты подождала, когда захвораешь свинкой, чем идти на такое враньё для получения подарков от наших родителей». И вот, представьте себе, прошло 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как произошёл этот маленький несчастный случай с бильярдным шариком. И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, я припомнил всё, что было. И стал об этом думать. И мне показалось, что Лёля обманула родителей совсем не для того, чтобы получить подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь, где жила Лёля. А Лёля была уже, представьте себе, взрослая и даже уже немножко старая женщина. И у неё было трое детей и муж, санитарный доктор. И вот я приехал в Симферополь и спросил Лёлю, «Лёля, помнишь ли ты тот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала?» И Лёля, у которой было трое детей, покраснела и сказала, «Когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла. И тебя все любили. А я уже тогда выросла и была нескладная девочка. И вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы и меня так же, как и тебя, все любили и жалели, хотя бы как больную». И я ей сказал, «Лёля, я для этого приехал в Симферополь». И я поцеловал её и крепко обнял, и дал ей тысячу рублей. И она заплакала от счастья, потому что она поняла мои чувства и оценила мою любовь. И тогда я подарил её детям каждому по сто рублей на игрушки. И мужу её, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором золотыми буквами было написано «Будь счастлив». Потом я дал на кино и конфеты ещё по 30 рублей её детям и сказал им «Глупенькие маленькие сычи, я дал вам это для того, чтобы вы лучше запомнили переживаемый момент и для того, чтобы вы знали, как вам надо в дальнейшем поступать». На другой день я уехал из Симферополя и дорогой думал о том, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо дарить им иногда какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно на душе. А которые ничего не дарят людям, а вместо этого преподносят им неприятные сюрпризы, у тех бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают нервной экземой. Память у них ослабевает, и ум затемняется. И они умирают раньше времени, а добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются хорошим здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok